Друзья, вот в этом ролике предлагаю небольшую такую подборочку, сборник, что ли, серию таких вот кусочков переговоров, те случаи, когда эта публика сами сливались. Я не утверждаю 100%, может связь прерывалась, да, потому что все-таки АП-телефония не совсем надежный инструмент, но так или иначе здесь очевидно самое главное и бессилие, беспомощность, я все-таки склонен думать, что они просто сами отключаются, чтобы не продолжать бессмысленный диалог. Пожалуйста, послушайте, ну и свои комментарии, пожалуйста, выкладывайте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слышите меня? Слушаю вас. Меня зовут Ларина Светлана Викторовна у Home Credit and Синансбанк, а мне необходимо поговорить с Ириной Анатольевной? Я ее старший брат, говорите, что она... А с ней как могу поговорить? Она не хочет. Ну, что значит не хочет? А я хочу поговорить с Ириной Анатольевной. А у вас там сколько? Я звоню по ее номеру телефона. Ну, понятно. А у вас там сколько человек сейчас сидит? Ну, сотрудников много. Ну, вот вы разговариваете. Сейчас я не конкретно разговариваю. Хочется вам поговорить, ну разговаривайте, у вас там много. Ну, а что значит не хочет? Ну, вот не хочет, я ее интересы представляю. А как вас зовут, как могу вам обращаться? Дмитрий Евгеневич меня зовут, будьте любезны. двоюродный брат прям это важно что ли ну вот тут уверенность в тоне собеседника полная как говорится проигрышная ситуация по ее мнению скорее всего здесь она просто положила трубку либо связь прервалась чему она обрадовалась следующие слушаем оцениваем пожалуйста алло здравствуйте в том числе раньше на ответственности меня зовут гердашов эдуард аликович кредит экспресс финанс угробляю что ведет аудио за экспресс-разговора светлана анатольевна могу слышать еще раз кто спрашивает какая организация вы с ее братом разговариваете и что вам нужно меня зовут гердашов эдуард аликович вы знаете что ведет аудио за экспресс-разговора могу я услышать реклана анатольевна я не знаю что у вас я ее старший брат замечательно как вас зовут дмитрий дмитрий вы можете передать ей информацию какую телефонный номер необходимо записать она не может никому звонить и не хочет этого делать она специально пригласила меня разбираться вот этими вашими обществами с ограниченными ответственностями я за нее буду все вопросы решать рассказывайте что вы хотите дмитрий я не она не хочет решать данный вопрос или что она хочет решать главного этот вопрос но только с моей помощью вашей помощи чем ей помогает оплату вы считаете что это единственная возможность да да и детская помощь это это единственная возможность а я считаю совершенно по-другому во первых у кредит экспресс финанс она не брала ни копейки логично не брала не брала у кредит экспресс финанс ни у чего она не брала я впервые вообще все ее документы изучил ни одного договора с кредит экспресс финанс да общество с ограниченной ответственностью и не ограниченным интеллектом что вы сказали вы изучили ее документы у вас юридическое образование дмитрий у меня да но здесь скорее всего точно связь перевалась но хотя долго бы он не продержался слыша по его вообще интонации по его гнусялому голосу скорее всего недоумок очередной который не может себе место найти в жизни и повелся на объявление работа в офисе сидит там и пытается самоутвердиться здесь понятно слушаем следующий розыск операторам чтобы прослушать важные информации алло алло здравствуйте да здравствуйте кто это Ольва Анатольевна могу слышать нет а кто это кто это вам не знакома она что это не знакома знакома очень хорошо передайте пожалуйста что звонила компания вивус необходима у вас срочка с вами микрофинансовая организация зачем вы звоните связаться с Ольгой Анатольевной им звоним поэтому не передайте информацию Ольга Анатольевна не будет с вами разговаривать да передайте с вами будут большие проблемы с вашей компанией какие проблемы еще раз трубку не кладем какие проблемы вот это вы знаете на что похоже бывает когда из-за угла кто-то кричит на тебя ругается ну или там вызывает на какие-то там ой давай там это самое а потом убеждается что не справится и убегает и кричит ты еще у меня получишь там вот такие вот знаете убегая угрозы кидает ну вот будут большие проблемы компания вивус кто такая компания вивус что за ерунда ну просто обычная онлайн вот эта вот микрофинансовая организация у которых никаких инструментов для взыскания по закону долга не существует вообще слушаем следующее все алло здравствуйте 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 звонок из сбербанка России специалисту Симбаева Наркольд Беликова Сергей Федорович да откуда звонок звонок из сбербанка России глупин Сергей Федорович совершенно верно только я обедаю точнее не против хорошо вам то есть не можете говорить могу если что то срочно хорошо звоню вам по поводу кредитной карты лимитом 420000 рублей с 6 декабря задолженность возникла 27650 рублей подкрепите оплатили что что сделали задолженность возникла с 6 декабря 27650 рублей сколько возникла задолженность 27650 рублей серьезная сумма нет денег сейчас таких трепет в рамках том числе требования до 30 декабря чем поход на встречу то не понял что говорите вы сказали что банк пошел ко мне на встречу куда там на такую встречу и что там и выставил параллельно пока шел куда то там интересует что да там выставим немного естественно Benedict А где оно? А где оно? А где это требование? Требование банка внести оплату до... Не-не-не-не. Банк это солидная, уважаемая структура, да, официальная. И выставление требования подразумевает документальное уведомление. Правильно рассуждаю? Или все-таки неправильно? А также в устной форме. А, в устной форме. Знаете, я сейчас тоже выставляю требования банку. Я пошел банку навстречу и выставляю требования. Добавить мне на эту карту еще полмиллиона рублей. Это требование официальное. Хорошо, вы можете по этому поводу обратиться в отделение банка. Ну и вы обратитесь. Вот и вы ко мне обратитесь. Либо придите лично ко мне. Лично. Либо напишите мне бумагу. Выставляют они претензию. Кто вы такая? Вот вам не стыдно вообще? Звонит голос из трубки. Сергей Петрович, вы будете конструктивно общаться или нет? А как я... Подождите. Конструктивно это так, чтобы угодить вам? Конструктивно это угодить вам. Вы хотите... Конструктив это значит, вы хотите слышать то, что вам интересно. А я как гражданин Российской Федерации понимаю, что любое требование должно быть на бумаге выставлено. Если вы этого не понимаете, то пройдите. Занятия где-нибудь. Школа начальной юридической грамотности есть такие требования, она выставляет. Я тебе тоже требования выставляю, слышишь? Всего доброго. Вам перезвонят. Вам, 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 вам. Что и говорить не умеют. Ну, здесь, понятное дело, сто процентов шлифт. Этот жалобный голос, вот эта вот неуверенность в себе. Наверное, все органы внутри трясутся. А тот человек не то, что напрягся, он даже кушать не перестает. Знаете, такой хороший способ их выводить из равновесия. А демонстрировать, в том числе, чавками, уж извините, то, что безразличное. То есть, точно, уж точно не испугал человека этот звонок. Ну, а тут, что комментировать? Действительно, при всем лимурном подходе к данному конкретному разговору, требования совершенно адекватные, на мой взгляд. То есть, требования, термин, да, они часто, да, вот, многие слышат тип. Требования, требования. Требования, вот, в контексте отношений договорных, должно быть на бумаге. И самое, не знаю, обидное, либо наоборот веселое, эти звонари, они этого не понимают. То есть, они по скрипту читают, и когда им задают конкретные вот эти вопросы, да, обоснованные, они попадают, что называется, в эмоциональный тупик, и начинают крыть вот это вот, типа, неконструктив и так далее. Ну, неконструктив, это вот у них в голове действительно происходит неконструктивное какое-то там, движение нейронов, которые не соприкасаются в нужных местах друг с другом, и, соответственно, не происходит понимание то, что им заявляют. И, естественно, они читают, мне прям так кажется, что они действительно верят в свои слова, я уже не раз об этом говорил, и они думают, что действительно человек неконструктивно общается, а несет колесицу какую-то. Ну, мы с вами совершенно другая публика, да, и мы осознаем то, что мы делаем, и, слава Богу, в наших рядах ежедневно очень много людей прибавляется, которые действительно заинтересованы. Почему все-таки так, а не так, как банки они нам навязывают, потому что, в общем-то, подавляющее число нашего населения все-таки думают, что банки правы. Вот. Те из вас, друзья мои, кто хочет вот из этого стада вырваться, либо уже вырвался, но хочет утвердиться в своем вот этом шаге, пожалуйста, приходите на бесплатный вебинар, который очень скоро состоится. Ссылочка есть в описании этого ролика, и там расписание. Регистрируйтесь, количество мест ограничено, хотя вход у нас бесплатный. А также те, кто хочет понять, как работают юристы, правильные юристы, на примере нашей компании, также есть ссылочка на наш официальный сайт, где выложено видео, как устроена работа кредитных юристов. Послушайте, посмотрите, это действительно будет интересно. Я там, собственно, персоной вам это все буду преподносить, стоя у доски. Офисной доски с рисуночками, с цифрами очевидными, ну и так далее. Ну и, конечно, группа ВКонтакте. В группе ВКонтакте дублируются все наши ролики, и кому удобнее следить за нашим творчеством, за нашей работой через социальную сеть ВКонтакте. Пожалуйста, вступайте, тоже ссылочка есть в описании этого ролика. А с вами на связи был Кузнецов Дмитрий, руководитель компании Альянс, Центра медической защиты. Счастья, здоровья вам, финансово, благополучия всем вам и вашим близким. До свидания.